С ревизии глава Бурятии посетит все те же три дома, которые проинспектировал еще в мае этого года. Тогда жители пятиэтажек жаловались на заоблачные счета по ОДН. Сегодня Мячеслав Наговицын проверит, насколько снизилась оплата за общедомовые нужды. Первый в списке – дом по улице Ключевская, 48. Здесь начисления снизились почти в 5, а то и в 10 раз. Прежде всего, это удалось добиться за счет установки индивидуальных электросчетчиков, пояснил директор управляющей компании Дмитрий Хамуев. Также были установлены датчики на движение в подъездах. Частично мы сейчас продолжаем работу по установке энергосберегающих светильников. Были установлены фотоэлементы на уличное освещение, то есть для экономии в дневное время, чтобы свет не горел. То есть единовременно снимаются показания всех приборов индивидуальных электрической энергии и передаются единовременно с общедомовым счетчиком. Сколько по-честному из квартиры получается сейчас ОДН? ОДН с квартир. Вот я, как одна комната у меня, где-то я 17 рублей сейчас плачу. Ага. 17, а платила и по 100 рублей даже. Ага. У меня трехкомнатная тоже 17. Ага. Да, то 100 рублей мы платили. Однако еще больше снизить оплату за ОДН жителям мешают соседи, которые отказываются устанавливать индивидуальные электросчетчики, предпочитая оплатить по нормативу. При этом в квартире бывает прописан лишь один человек, а живет гораздо больше. Люди пользуются холодной, горячей водой и электроэнергией. Оплатить за это приходится добросовестным собственникам. Жители пожаловались на такие резиновые квартиры главе Бурятии. Вячеслав Наговицын пообещал разобраться. А чуть позже пояснил журналистам, что намерен обратиться в Москву с предложением наказывать недобросовестных арендодателей рублем. Каждый человек должен платить за свое. Вот у него течет, он и должен платить за это. И не надо распределять это все, особенно на пенсионеров, которые очень четко считают свои деньги. Проблема с установкой счетчиков существует и в другом доме по улице Ключевская, 17А. Оплата за ОДН здесь не падает ниже 100 рублей. Как пояснила директор управляющей компании, в этом доме не создан совет жителей, а потому никто не следит за единовременным снятием показаний. Впрочем, замечания есть и к самому ЖЭКу. Ну, посмотрели, вот эти вот кобры стоят, они лампы накаливания же здесь? Да, они только вечером загораются. Загораются, но все равно они же потребляют очень много. Не рассматривался вопрос, чтобы здесь энергосберегающие постояли? Ну, рассматривались, конечно, будем постепенно стоять. Кроме того, Вячеслав Наговицын потребовал, чтобы любые коммерческие организации, расположенные в проверенных им жилых домах, не пользовались общедомовым счетчиком, а имели свои собственные. Глава Буряти также призвал жителей быть более активными и следить за ситуацией. Власти же со своей стороны примут все усилия, чтобы выровнять тариф ОДН по всей республике. Светлана Семеренко, Вячеслав Батоев, Первая альтернативная.